Приветствую зрителей канала Дэнваз ТиВи. Новости. Давно не было новостей на этом канале, потому что последние три года, как минимум, я выкладывал их на другом канале Дэнваз ТиВи. Но, как выяснилось, многие зрители даже и не знают, что он существует. Потому что смотрят выборочно, невнимательно, иногда не слушаются и никогда не открывают описание. Именно поэтому и не знают. Пока вы не вырубили этот видеоролик, хочу быстро-быстро самое важное. Если вы от моего имени услышали какие-то где-то призывы, что я прошу деньги, нашей семье тут в Китае плохо, нас притесняют, мы не можем выехать в Россию. Или то, что я призываю вас купить биткоины, какие-нибудь акции для того, чтобы вложить ваши деньги и так далее и тому подобное, знаете, это не я. У меня есть каналы, полный список в описании, потому что сейчас я могу с вами разговаривать и забыть какой-то канал, но я все-таки в видео их тоже озвучу. Это самое главное, что я хотел сказать, потому что совсем недавно мне написал человек и говорит, Денис, нафига ты это делаешь? Я такой, что делаю? А вот ты вот там вот призываешь, я не буду озвучивать все это. Я говорю, я никого ни к чему не призывал, и этот человек исчез. Возможно, это был просто такой, ну, попытка прощупать почву. Вирусы мне часто присылают под предлогом, ну, не часто, но бывает, под предлогом сотрудничества. С Кока-Колой даже предлагали сотрудничество. Денис, прорекламируй спрайт. С удовольствием, люблю Кока-Кольную продукцию, или, может быть, любил, даже не знаю, как сейчас говорить правильно, чтобы быть абсолютно толерантным и ненавистным российскому обществу. Так вот, присылают вирусы, я такой, ах вы козлы! А на самом деле я умею и айпичник посмотреть в почте, и еще некоторые вещи. Я пригрозил, что сейчас все эти данные передам в спецслужбу, человек исчез. Все, вот совсем недавно также подставили моего знакомого, который занимается обзорами гаджетов. Ему пообещали телефон и прислали также вирусню. В общем, будьте очень осторожны. В смутные времена очень много проходимцев, которые хотят нажиться на честных, доверчивых людях. А так как сейчас у многих развивается паранойя, постоянная депрессия, это, конечно, глупо сказать, что хорошо тем, у кого нет денег. Вот у нас денег лишних нет, и мы не волнуемся, куда их спрятать. Но деньги есть у некоторых людей, и они сейчас панически прям соображают, что же сделать. Вот именно на таких людях наживаются мошенники. Никогда от моего имени вы не увидите никаких предложений куда-то вложиться в суперкрутую покупку, купить самолет, яхту или огромную партию какого-нибудь товара в Китае. Да, я рассказываю про товары, рассказывал. И сейчас собираюсь снова немножко это возобновить, потому что тема актуальная. Но никаких призывов, никаких просьб, никаких денег я ни у кого никогда не прошу, кроме доната. Но это ваше личное желание помочь каналу, если вдруг у вас есть возможность. Понимаю, что сейчас у многих возможностей нет, собственно говоря, как и у нас. Итак, что я хотел сказать. Первое, вот самое важное, то, что только что произнес. Много фейков, много подстав, много обмана. Я ничем этим не занимаюсь. Если вдруг подозреваете, что это не я, уточните. Как уточнить? Есть группа, не группа, моя личная страничка ВКонтакте. Есть Дзен, есть Телеграм. Теперь есть Телеграм-канал, и там тоже можно найти, как со мной лично связаться. В общем, прежде чем что-то делать, уточните. Но и то, могли взломать аккаунт. В общем, будьте предельно аккуратны, не верьте никому. Мошенники активизировались, пользуясь всеобщим хаосом, непониманием и неуверенностью в будущем. Но это всегда так. Чем сложнее времена, тем больше всяких предсказателей, пророков, людей, которые предлагают вам вложить один рубль, а завтра получить тысячу. Псевдо-друзей. Я думаю, вы все это понимаете. И мне не нужно вам об этом рассказывать. Вторая новость. Я открыл Телеграм-канал. Вот так вот, да, без сценария, как всегда, несу всякую чушь. Вы, наверное, уже посмотрели два предыдущих видеоролика из Джухая. Сегодня 10-е, я уже смотрел, помню. 10 марта, завтра, 11 марта, в пятницу, выйдет заключительная серия из Джухая. Некоторые думают, что это мы сейчас так развлекаемся. Нет, сейчас у детей учеба. Была учеба до того, как они заболели, и теперь дома не лежат. У Лены работа, к счастью, все еще есть. В общем, нам не до Джухаев. Это было снято достаточно давно. Постоянные, внимательные зрители, и особенно подписчики Инстаграма и канала Дэмлас ТВ 360 даже знают, когда это было. Так что, если вдруг, ага, мы думали, это сейчас ты нас обманул, там нет ни слова, что это было сейчас. И я никогда этого не говорил. Некоторые люди сами себя обманывают, а потом говорят, что мы вводим в заблуждение. Какая разница, когда это было, если вы этого не видели, и вам нравится этот видеоролик. В принципе, все. Мне еще снимать обращения для зрителей другого канала Дэмлас ТВ. Поэтому там я продолжу, стараясь особо не повторяться. Итак, смотрите ролики на Гаджет Летник Ком, если хотите поддержать наши каналы Дэмлас ТВ, другом канале Дэмлас ТВ, Дэмлас ТВ 360, на Дзене. Подписывайтесь на Телеграм, для того, чтобы не потерять контакт, потому что вполне возможно, скоро YouTube будет забанен. Сейчас он уже ничего не приносит создателям контента и, как я сказал, видеоролики для гаджет Летник Кома. Многие обрадовались, что нет рекламы для России. Нет рекламы, нет дохода. И многие контент-мейкеры, возможно, ваши любимые видеоблогеры перестанут снимать, потому что, вложив деньги в производство видеоролика, они как минимум хотят что-то заработать. Блогинг – это не развлечение, это тяжелая работа. И те, кто хоть когда-нибудь снимал, монтировал и пытался хотя бы превьюшку создать для видеоролика, не какое-нибудь трэш-говно, а что-нибудь нормальное, те знают, что это очень сложно и очень часто вложенные усилия не окупаются. Поэтому радоваться тому, что теперь на YouTube нет рекламы, они, по-моему, даже премиум подписку уже отменили, это просто глупо, потому что YouTube вроде как есть, а нового контента нет. И это очень-очень плохо. Если говорить вот именно о доходах со всех моих каналов, сейчас около за последние там несколько дней два или четыре... Один день два доллара доход был, другой день четыре. То есть за два дня шесть долларов. Если в России на это... Хотя в России сейчас тоже... А, нет-нет-нет-нет! В России на это еще что-то можно купить, то в Китае на это килограмм гречки можно взять. Китайской, зеленой, такой, знаете, липкой. 300 паи, да, потому что у меня очень высокий пульс и быстро растет этот показатель на моих часах. Читайте, пожалуйста, описание. В описании, знаете, так смешно. Я в ролике говорю, часы показываю, что-то там говорю, а потом говорю, ссылка на эти часы есть в описании. В комментариях пишет, Денис, что ты за часами пользуешься? А ему отвечают, Huawei, там другое еще что-то. Я в ролике сказал название часов и сказал, что ссылка на их обзор в описании. Но народ то ли не слушает, то ли, в общем, я не знаю. Надеюсь, что вы не из тех, кто не слушает, не видит, а пишет всякие гадости. Потому что большинство негативных комментариев связаны с непониманием. И если вы не поддерживаете какую-то нашу позицию, например, что прививки это хорошо, прививки спасли человечество от вымирания, ну, это не значит, что мы плохие, это просто вы по-другому думаете. Вот нам без разницы, ставите вы прививки или нет. Почему некоторые считают, что мы пропагандой занимаемся прививок, я не понимаю. Хотя, вот я, например, опять про пропаганду говорю. У меня есть канал на Яндекс.Дзене. Знаете, в чем меня обвиняют? В том, что я рекламирую Яндекс. Я рекламирую свой канал на Яндекс.Дзене. Я бы с удовольствием рекламировал свой канал летник.ком. Вы знаете, что у меня есть домен летник.ком? Вы знаете, что у меня домен есть denos.info? Ну, там ничего нет, потому что сейчас никто не пользуется поисковиками. Раньше пишут в поисковике Китай и смотрят все, что там выдаст. А сейчас Китай пишут либо в Яндексе, либо еще в какой-то социальной сети. Блин, хотел же закончить болтовне, все равно продолжаю. Ладно, давайте еще немножко. Так вот, сейчас социальные сети, они, это интернет в интернете. И кто-то, например, сидит на Ютьюбе, и другие системы вообще не приемлет. Если я говорю, я есть на Яндекс.Дзене, меня обвиняют в том, что я рекламирую Яндекс. Да нафиг мне этот Яндекс сдался? Я рекламирую свой канал на Дзене. Что я могу сказать про тот же самый Дзен? За год, за год на Дзене я выложил более 100 видеороликов. Каждый ролик сейчас смотрит 2-3 тысячи человек. А приносит каждый ролик 10-15 рублей. Рублей! Вы готовы ради 10 рублей снимать видеоролик? Заливать его через VPN? Да, Яндекс не заблокирован в Китае, но он настолько плохо работает, что через VPN какой-нибудь японский или сингапурский он лучше работает. То есть заливать это через VPN, а потом еще выслушивать, что я рекламирую Яндекс. Хоть немножко мозги имейте, но самое, блин, фиговое было вот один из последних постов на Инстаграме. Я говорю, я открыл Телеграм-канал, ну там же упомянул Яндекс.Дзен и так далее. Народ попер нести всякую ахинею. Я забанил человек 10. Они давай мне втирать, сколько тебе денег заплатили? Кстати говоря, один из комментариев я специально, показательно не стал удалять. Там человек говорит, сколько тебе денег заплатил Яндекс за рекламу? Я такой, нисколько. С чего вообще взяли? Ну потому что сейчас все рекламируют Яндекс. Да не рекламирую я ни Яндекс, ни Хрин Яндекс, ни Ютьюб, ни Телеграм. Я рекламирую свои каналы, свое маленькое представительство в этих социальных сетях. Надеюсь, что вы это поняли. И последнее все-таки, что я бы хотел сказать. Если вас настолько раздражает то, что я говорю, вы полностью не согласны с нашим мнением, с мнением нашей семьи. Я сейчас имею право говорить, что я озвучу мнение нашей семьи, потому что мы с Леной периодически вечером встречаемся. Она после работы. Я после либо съемок, либо монтажа, либо каких-нибудь прогулок в поисках чего-нибудь там. В общем, встречаемся. А, и чтение, конечно же, новостей. Я в основном ей новости рассказываю. Очень выборочно так. И обсуждаем все это. Это наше мнение. Мы за прививки. За ношение масок там, где это положено. За соблюдение правил. Несмотря на то, что иногда очень хочется их нарушить. Но бред насчет того, что нам вливают, вливали. Сейчас, конечно же, тема переключилась. Вливали нано-ботов каких-то. Это было вообще жестко. Откуда у людей в голове такой бред, я не понимаю. Так вот, если вас раздражает все, что мы говорим, все, что мы показываем, отпишитесь лучше от канала. Я надеюсь, что YouTube останется в России. Я надеюсь, что интернет останется в России. Они обрубят вот так вот. Мы-то привычные в Китае. У нас интернет очень такой обрубленный. Для того, чтобы выйти в большой мир, нужно постараться. Например, сейчас вы смотрите даже не 4К, а Full HD. Потому что VPN-ы очень плохо стали работать из-за того, что на них возросла нагрузка. Наверное, в том числе и из-за России. Так вот, я надеюсь, что все это будет продолжать работать. Но для меня выгодно, когда на канале. Выгодно в каком плане? Не в плане денег. Как вы уже поняли, сейчас монетизация ноль. И с этого ролика я получу ровно ноль. Только много-много отписок. Я надеюсь, что если вас все это раздражает, вы нажмете кнопочку. Отписаться от канала. Уйдете и никогда больше не вернетесь. И не будете потом писать. А, вот раньше ты снимал все кухи. А вот сейчас мне снова интересно, да. Ты про еду начал снимать, да. Вот про еду я люблю. А вот все остальное полная хрень. Уйдите и не возвращайтесь. Я буду счастлив. Потому что подписчиков 320, по-моему, тысяч. Не помню сколько точно. А каждый ролик смотрит 10 тысяч. Это сколько? 0,0% Это очень плохо. Лучше бы было 20 тысяч подписчиков. И каждый ролик смотрели 20 тысяч человек. И тогда бы вместо 20 тысяч просмотров было бы на самом деле 100 тысяч. Потому что YouTube учитывает активность аудитории. Аудитория большая, просмотров мало, активность нулевая. Аудитория небольшая, но ее активность высокая. Просмотров много. Уйдите с канала, если вам не интересно то, что я тут показываю. Ну, в принципе, все. Вот теперь точно уже не буду после прощания продолжать. Увидимся на другом канале ДНС-ТВ. Следующее включение будет уже оттуда. Продолжение следует...